здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу поговорить с вами о современных технологиях 3d печати о том как они внедряются в современную индустрию о том как скором будущем они изменят наш мир в 1986 году некоторые некий чарльз халл создал компанию 3d systems которая сделала 1 3d принтер 1 3d принтер а позволял печатать прототипы разные 3d модели разные штуки которые можно было смоделировать на компьютере послать на печати получить их каким-то новым образом то есть как будто бы эта бумага выезжающая из из принтера этот способ печати довольно долго использовался в различных коммерческих компаниях различных рекламных компаниях для того чтобы показывать какие-то прототипы модели для того чтобы эти модели можно было увидеть в собранном виде какие-то чертежи какие-то промышленные штуки какие-то новые концепции очень сильно эта штука была долго востребована игровой индустрией 3d печать позволяет нам делать что-то новое что-то чего раньше мы не могли просто так сделать с материалами например этот пластиковый шарик внутри себя содержит очень сложные переплетения и структуру которые обычными механической обработками получить просто не в силах ну вы сами понимаете туда просто не подлезешь инструментом например очень хороший и яркий представитель такой конструкции это свисток если свисток печатается на 3d принтере то он печатается полностью вместе с шариком внутри себя мы получаем вещь которая без соединений которые не надо собирать внутри которой уже есть шарик и после того как мы его сняли с подложки его можно уже сразу использовать и применять по назначению также с помощью 3d печати нам стали доступны новые виды структур материалов то есть применяя старые материалы мы теперь можем делать совершенно новые структуры с их помощью например если мы делаем какую-то деталь нам не обязательно внутри иметь полностью состоящую целостную и делать полностью состоящую из цельного материала на мы можем ее сделать ячеистой структурой мы можем ее сделать с различной решеточной структурой таким образом мы получаем новые возможности делать изделия изделия легкими делать их более прочными при том же самом весе однако довольно долго в течение 20 лет после первого 3d принтера технологии 3d печати оставались уделом крупных корпораций и компаний и крупного бизнеса группа энтузиастов примерно в 2004 году начавшая работать сделала новый проект называющийся reprap.org проект reprap.org предполагал что мы можем сделать с помощью одного 3d принтера другой 3d принтер естественно на тот момент и сейчас пока еще мы не можем сделать полностью все изделия на методом 3d печати однако примерно 50 процентов деталей для принтера уже можно делать ребята изобрели во первых набор этих самых деталей а во вторых они разработали целую конструкцию чтобы остальные элементы можно было использовать очень дешевыми и таким образом принтер reprap завоевал очень большую популярность в мире 2006 году в газете о guardian написали о том что концепция этих ребят взорвет капиталистический мир и сделает шаг к новому постиндустриальному обществу на сегодняшний день проектор проп выпустил в следующую версию своего принтера называющуюся пруссо мендель это справа это наиболее узнаваемый образ такой принтер вы уже можете увидеть во многих местах харькова многих знакомых может быть есть также я хотел сказать что этот проект стал возможен благодаря трем принципам благодаря принципам открытого программного обеспечения благодаря развивающейся новой тенденции open hardware а в частности arduino project и arduino open source комьюнити в целом в проекте reprep применяю участвовали энтузиасты со всего мира это тысячи людей которые каждый экспериментировал каждый делал какие-то вклады в этот проект и каждый что-то изобретал в итоге на сегодняшний день мы имеем возможность скачать эти чертежи из интернета сделать их там напильником в гараже либо же напечатать у друзей из за небольшую сумму около 1000 долларов иметь себе дома отличный 3d принтер также я хотел сказать что у проекта репреп было много последователей которые многие из которых направлены на то чтобы все части принтера можно было делать методом 3d печати осталось только преодолеть один рубеж это печать электроники над этим мы работаем что же какой принцип применял принтеры prep этот принцип был отличен от того принтера который был 1986 году этот принцип называется фьюзер депо сишин моделинг суть его заключается в печати расплавленным пластиком головка 3d принтера втягивает в себя пластиковую нить внутри себя в сопли она разогревает этот пластик и выдавливает сквозь тоненькую тоненькую дырочку диаметром около 0 25 миллиметров таким образом расплавленным расплавленной ниточкой головка печатает слой за слоем готовое изделие подробнее над процесс вы сможете посмотреть перерыве на работающем принтере у этого метода есть так один недостаток он заключается в наличии гравитации если вы возьмете два столбика и попробуйте между ними протянуть пластиковую нить вы увидите что разогретую пластиковую нить вы увидите что она провисает для того чтобы этот недостаток устранить применяются так называемые поддержки чаще всего применяются поддержки состоящие из того же материала который из которого состоит само изделие в этом случае нам необходимо изделие после печати тщательно обработать напильником однако есть второй способ двух экструдерная 3d печать при которой 2 экструдер позволяет нам печатать другим видам пластика печатать сами поддержки и таким образом что после печати изделия мы этот пластик можем выметь вымыть специальным растворителем который не растворяет основной пластик изделия кроме метода fdm существует метод sls метод sls это также коммерческий метод однако у него есть огромное достоинство да я хотел сказать что метод fdm на сегодняшний день наиболее дешевые доступные метод 3d печати однако он может печатать только пластиком метод sls позволяет печатать металла суть метода заключается в том что лазерный луч на поверхности некоторого песочка вычерчивает необходимый контур слоя детали после того как этот контур вычерк вычерчен мелкие мелкодисперсные кусочки этого материала спекаются между собой и дальше накатывается следующий слой мелкодисперсного порошка постепенно постепенно таким образом мы получаем некоторые спекшиеся изделия которое впоследствии можно либо дополнительно запечь в печи либо применить еще различные методы термообработки получить в итоге готовое изделие из металла порошок который применяется это как правило сплав различных металл сплавы с субстраты различных материалов металлов в том числе и самый древний способ это тот к на котором работал принтер в 1986 года метод сала суть метода заключается в том что у нас есть аквариум в котором существует подложка которая медленно опускается вниз за это за время ее опускания лазерный луч быстро пробегает по ее поверхности и жидкий пластик который находится в аквариуме твердеет твердеет он постепенно слой за слоем таким образом в итоге мы получаем готовую готовую фигуру изделия или же деталь современный метод dlp сделал этот метод гораздо более доступным для всех он решил проблему дороговизны сала принтеров вместо лазера здесь применяется проектор который позволяет нам транслировать сразу весь слой это немножко увеличивает скорость печати и главное это очень точный вид печати самый точный на сегодняшний день однако у него один из недостатков это печать фото полимерными пластиками то есть пластиками которые твердеют при попадании на них света или ультрафиолета или же лазера определенной длины волны ну спектр спектр применения таких пластиковых таких штук в основном довольно широк но в основном упирается в стоматологию о 3d печати большое будущее по простой причине что это новый подход совершенно новый подход к обработке и работе с материалами вместо пластика мы можем использовать различные растворы различные другие материалы частности 3d печать очень сильно завоевывает очень большие позиции в биологии в биологии в медицине мы можем печатать некие подложки на которых впоследствии могут расти специальные бактерии даже целые кусочки тканей колонии бактерий кусочки тканей что-то еще это сейчас применяется и недавно я слышал об эксперименте в котором смогли напечатать некоторое подобие селезенки мыши которая потом мыши имплантировали и мышь прожила с ней достаточно долго одним из основных и очень захватывающих направлений для 3d печати является космос во первых все мы знаем что сегодня уже есть 3d принтеры работающие на международной космической станции почему так потому что предусмотреть все что может понадобиться в течение жизни этой станции довольно трудно как только это понадобится вести это туда земли довольно дорого и долго но но сломался у них допустим гаечный ключ нужно его вести для этого нужно отправлять корабль прогресс грузовой туда миллионы долларов и так далее сейчас они это делают иначе они берут порошок который у них есть там уже доставленные они его закладу 3d принтер и этот принтер печатает им новый ключ также я хотел сказать что 3d принтеры бывают совершенно различных размеров один есть один известный американский проект по постройке дельта принтера довольно больших размеров проект пока нельзя сказать что он сильно публичен то есть я не могу толком рассказать о том что именно они там печатают таким образом однако но погули в интернете вы можете сами над этой загадкой поработать также я хотел сказать что строительство баз на луне сейчас планируется с помощью 3d принтеров гигантских роботов 3d принтеров которые способны брать лунный грунт выкладывать его в необходимых размерах формах и так далее и было доготавливать базу для прибытия туда человека ну что ж и самое последнее самое главное что я хотел сказать о 3d печати как она может изменить наше будущее в китае есть программа по строительству домов с помощью 3 огромных гигантских 3d принтеров вы можете очень просто увидеть это набрав ю тубе 3d печать домов на сегодняшний день построены целые кварталы новых городов уже с помощью 3d печати они по сути этот принцип ничем не отличается от обычного 3d принтера это просто гигантский 3d принтер который вместо пластика печатает бетоном что ж я думаю что остальное от 3d печати вы можете узнать в интернете либо же позадать вопросы спасибо да 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 не совсем то что имплантировали мыши это собственно говоря некий каркас некая структура я честная да то есть которая но я особенности биологии серезенки не знаю но я знаю что то изделие которое туда вставили было сделано из какого-то силиконового материала который не отторгался организма мыши но по своей внутренней структуре был сделан из таких пор и ячеек что каким-то образом она функции селезенки исполняла да и часто кстати в биологии до сих пор сейчас применяется печать таких подложек для того чтобы бактерии или же клетки росли в определенном порядке в определенном направлении в определенной форме да и таким образом мы можем получать из клеток те структуры которые нам необходимы например сейчас идет работа над печатью стволовыми клетками а да это проект снэпи разноцветные потому что наверное для красоты или даже чтобы отличать детали друг от друга на самом деле часто печатают на принтерах подетально то есть поскольку рабочее поле принтера ограничено то печать происходит детально сейчас смотрите на самом деле в основном все упирается в толщину если мы говорим зависит от способа печати если мы говорим о fdm то есть печати нитью все зависит от ну есть баланс между точностью и скоростью то есть если мы хотим быстро то надо печатать грубо то есть толстой нитью если мы хотим долго но качественно тогда нужно печатать более тоненькой нитью соответственно толщина все убирается в толщину слоя естественно чем меньше толщина слоя тем выше разрешение но при этом меньше скорость печати на сегодняшний день скорость печати достигает вот у среднестатистических принтеров да это паре порядка 1 квадратного сантиметра в секунду где-то так да пожалуйста где где а да да но если сейчас вот я могу взять в гараже какого-нибудь металлома и токарный станок что я с этим могу сделать я много чего с этим могу сделать но я этого не делаю правильно у нас очень распространены и токарные станки можно купить на базаре в аукционе сделать то же самое из железа быстрее качественнее и лучше причем мало того для этого даже не нужно никаких чертежей качать нужно бутылку поставить известному человеку и вот все вопросы решить я посоветую скорее всего все зависит от твоего бюджета дешево ультимейкер но дешево относительно для домашнего использования если не дорого то это ультимейкер но около тысячи долларов если покупать все вопросов нету китай есть китай на тут никакая 3d печать не поможет да пожалуйста процесс построение электронной платы качественно и сильно отличается от 3d печати тем как раз и занимается веб-мануфакчуров сейчас мы делаем станок который позволяет себе совместить 3d печать фрезерную обработку и главное печатное производство электроники есть это разный производственный процесс то печатная электроника которая сейчас вся практически которая есть она делается по старым технологиям на конвейерном производстве на конвейерном производстве не существует на сегодняшний день маленького настольного станка который позволит тебе сделать плату полностью для этого нужно целая конвейерная линия с химическими ваннами там разными другими в основном дело в химичи в химических всяких штуках а да я кстати хотел сказать об этом что благодаря open source комьюнити во первых существует science и дворском можете в гугле набрать который включает себя уже полутора миллиарда различных моделей то есть там есть настолько много всего во вторых вы можете сами зайти в любой 3d редактор и существует скетч редакторы которые очень распространены бесплатные можете довольно быстро сделать эту фигурку загрузить 3d принтер и напечатать ну другой вопрос что это будет конечно сопряжено с некоторыми особенностями не без этого пожалуйста а я так понял что при 3d печати да да я слушаю изделие получается только из определенного материала то есть нельзя додится нахождение изделий из двух или трех материалов например как в платье, пластик и вей да это на сегодняшний день загвоздка причем серьезная она частично решается многоэкструдерными всякими технологиями однако же да пока это сложно есть патенты есть изобретения но опять патенты еще один вопрос я прошу прощения давайте наверное мы последний вопрос вот с этой части зала служим и я про материал хотела спросить про антикапитализм а вот пластик который используется это производство ну в этом чате он откуда берется то есть это вторичный материал это вторичный материал как правило смотрите в основном сейчас ну распространены три вида пластика это ABS PLA и еще там как правило это на основе полиэтилена разные пластики ABS это пластик самый распространенный всем известный из него делают лего из него делают практически любые корпуса сейчас всего чего только на свете не есть с точки зрения экологии с точки зрения экологии если мы говорим о вторичной переработке пластика это большой плюс экологии потому что вместо того чтобы его выкидывать океан он становится очень нужным то есть людям он нужен пластика это значит что теперь уже его не будут просто так выкидывать и сейчас существует ну проекты очень много проектов по изготовителю нити из фото сырья то есть мы рядом с принтером в дом можете поставить изготовитель нити для этого принтера и вечером скинуть туда поклашки не знаю там какие-то корпуса ненужные там от чего-то изготовить себе чашку вот например а потом утром эту чашку помыть засунуть и сделать себе тарелку вот например так а вечером снова чашку а вечером снова чашку что ж спасибо большое спасибо